Никоглай уходит из всех соцсетей. Тендер Рибае посвятила бывшему новую песню. Даня ответила, почему у него нет желания сейчас общаться с братом. Диана Астер хочет новую пластику, а у Крида появилось желание переехать в Дубай. Всем привет! Это канал Окблогер, и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Диана Астер всерьёз задумалась над новой пластической операцией. Об этом она написала в историях, а под новыми фотками добавила, что хочет вишенки, то есть увеличить, сами понимаете что. В комментариях её все начали отговаривать от этой затеи, особенно подруги из благосферы, и хватило буквально часа, чтобы Ди изменила своё решение. Ну всё, я передумала, спасибо! Успокоила она аудиторию. А инстасамка вернула ранее сдутые губы, теперь они выглядят вот так. Возможно, с первого взгляда разницы никакой не видно, но если сравнить со старыми фотками, их форма действительно стала немного другая. Маруся же, которая давно была противником длинных ногтей и ходила с короткими, сдалась и тоже сделала себе наращивание. Результат ей понравился, но теперь девушке приходится заново учиться пользоваться руками. А тут ещё она обнаружила у себя аллергию на серебро. Когда тиктокерша надевает какие-либо кольца из этого материала, у неё остаются странные покраснения на коже. Егор Крит стал резидентом Арабских Эмиратов. Рэбер в инстаграме поделился фотографией нового паспорта, который выдаёт влиятельным личностям. Это не прям гражданство, но теперь у него есть парочка приятных преимуществ. Визу для въезда в страну выдают на более длительный срок, да и в том же Дубае Егор сможет находиться дольше. Крит также при желании имеет возможность открыть там бизнес и платить меньше налогов, чем в России. Правда, много жён, о чём он писал в посте, у него пока быть не может, так как такой доступен только для полноценных граждан. Дима Евтушенко недавно приезжал в Москву, где его пригласили поучаствовать в съёмках телеканала ТНТ. Он стал очередным гостем шоу «Где логика» с Азаматом Мусагалиевым. Ведущий не знал, чем помимо блогерства занимается парень, поэтому Дима решил его немного удивить, показав один из своих любимых фокусов с нарисованным крестиком. Даня Милохин уже второй день находится на Байкале, где любуются красотами местной природы. Его свозили на несколько обзорных экскурсий, покатали на вертолёте, а больше всего парню запомнился лёд самого глубокого озера мира. Даня вспомнил весь опыт, полученный в ледниковом периоде, и снова попробовал себя в роли фигуриста. Тиктоки уже начали делать кучу эдитов, где ностальгируют по временам выступлений с Женей Медведевой. И я хотел бы поделиться с вами приятностью, что Даня вчера ответил мне в директе. У него возникли проблемы с Ютубом из-за субтитров, я по привычке ответил на историю, и он это сообщение заметил. А после ещё опубликовал к себе моё сообщение, пусть это мелочь, но приятно. Милохин на своём интервью для шоу-детектора рассказал, почему же он на самом деле не общается с Ильёй. По личным ощущениям ему это просто не нужно, так как нет понимания, о чём можно общаться с братом. Но детектор вместе с ведущим выяснили, что подсознательно Даня не хочет подпускать Илью близко, чтобы не быть ему потом в чём-то обязанным. Будет странная привязанность, типа он мне будет писать, а я ему буду обязан ответить, потому что мы же хорошо общаемся. И вот не хочется мне обязанностей, мне хочется просто общаться с людьми. Если я не хочу, я не общаюсь, и никто не меня спрашивает, Даня, почему ты не общаешься, потому что я не хочу. Илья на такое заявление отреагировал достаточно резко и написал большой пост. Ему не понравилось, что он вроде ушёл из шоу-бизнеса, но его всё равно продолжают обсуждать и впутывать в какие-то истории. Парень попросил себя больше не трогать и навсегда оставить в покое. Разрешился ещё один блогерский конфликт, о своём примирении рассказали Димас Блок и Кирилл Волик. Парни больше полугода назад стали как-то цеплять друг друга в соцсетях. Начал всё Волик, который после участия в шоу с Катей Голышевой не очень лестно высказался в её сторону. Димас же заступился за подругу и тем самым развернул вражду между ними. Парням хватило два выхода на ринг, чтобы окончательно остудить пыл. В данный момент конфликта никакого нет, они нормально общаются. Маха Горячова вслед за Кариной Кросс, похоже, тоже вылетела из проекта «Звёзды в Африке». Она публикует видео из какого-то номера отеля, хотя место, где живут участники, выглядит совсем по-другому. Девушка ещё успокоила всех, кто думает, что они с Ианой решили забыть про спор с достижением 10 миллионов в ТикТоке. Всё в силе, у Махи в запасе половина от всех оставшихся видосов, а нужно добрать только 600 тысяч. Разрывать в этом году ТикТок решил и Влад Бумага, что бы он сейчас не снимал, всё залетает на миллионы просмотров. Один из последних роликов за 11 минут собрал 50 тысяч лайков и больше 600 тысяч просмотров. Нереальный актив сейчас у аккаунта Никоглая. Стример выложил видос под трендовый звук, который залетел в мировые рекомендации, и на данный момент его посмотрело больше 50 миллионов человек. Поля вчера, как и обещал, провёл последний стрим, а перед этим сделал несколько странных, но важных поступков. Сначала выкинул те самые белые ушки, с которыми ставил рекорды онлайна на Твиче. Скорее всего, чтобы они не напоминали о прошлом периоде жизни. Также парень отпустил из-под своего крыла Ваню Золо. Он поинтересовался под роликом, можно ли ему теперь стримить с остальными блогерами, на что Никоглай дал добро. Самые же важные слова были сказаны во время прямой трансляции. Поля подтвердил, что действительно на время пропадёт из всех соцсетей и уедет в Молдову, чтобы там пройти курс терапии и привести своё состояние и здоровье в порядок. Это не завершение карьеры, он вернётся, но совершенно другим человеком. Я бросаю вообще все соцсети. Навсегда ли? Конечно же не навсегда. Конечно же не навсегда, потому что я их бросаю до того момента, пока не пройду свой путь становления новым человеком. Я сделал всё. Я сделал всё ради того, чтобы пройти этот путь. Тендерли Бае побывал на тусовке всех топовых стримеров Твича. Поводом был день рождения Генсухи. Там у неё случился не очень приятный разговор с Братишкином, который ранее высказался, что якобы измена Никоглая была вкинута для хайпа. Амина показала ему все пруфы, и он в это вроде как поверил, но у девушки всё равно остался осадок. Тендерли также показала аудитории трек, который был написан в самый разгар Сорс Колей. Вот небольшой отрывочек. Незарочно убиваешься. Любовь к себе. Наконец-то понимаю, это не надо мне. Что тебе нашла. Ты так себе. По сердцу очень больно. Хватит. На этой же тусовке присутствовала и Лина Луна, которая осталась в восторге от атмосферы. Ей удалось познакомиться с Диппенсом, что она хотела сделать уже давно, но и заодно пригласить его на интервью на Пушку. Лина ещё пообещала, что Пушка вернётся совсем скоро. После зимнего перерыва у них состоялись очередные съёмки, и гость, по словам ведущей, там очень интересный. Одно из самых первых интервью Ани Покров раскопали её фан-аккаунты. Девушка раньше активно занималась уличными танцами, и в какой-то момент выпала возможность поучаствовать в соревнованиях в Санкт-Петербурге. Просто послушайте, с каким восторгом она об этом рассказывала. Я помню, вот это вот, у меня трясло перед поездом, я как там, а что будет на United Dance Open. Ты ещё говоришь, посмотрите, какой там умер у меня, я такая, ну всё. И первый баттл, получается, у меня был в Питере, первый раз, на вот этой большой сцене в Клисее. Я... Приходила, танцевала, я потеряла кепку, кроссовок. Ещё была прозвучка, штанишка, голубой, майка. Просто я не знаю, почему такой выбор одежды, это вообще не кепковок был. Красавки спортивные. А кепку мы купили в Питере, я очень хотела кепку. Там было написано MTV, это была моя первая кепка. И вот я когда танцевала, мне ведущий говорит, ты что, решила помочь сделать, что не растет. Это я помню. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok